Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы сегодня идем на очень интересную встречу. Ретуйся на свой телефончик. Вчера я снял видео в Кучугурах, молодежная 64. Посмотрите, там Аня и Денис, молодые люди, пригласили меня в гости. Аня, вернее, моя зрительница. И, как оказалось, Денис тоже, зритель нашего канала. Пригласили меня в гости вообще на ночь в Кучугуры, чтобы я посмотрел, оценил их поселок. И так получилось, что я снял их гостиницу. А оказалось, что они помогают детям. У них очень много детей футболистов. Денис тренер, это удивительно. Он командам помогает играть. Его команда выигрывает даже Краснодар. Представляете? До чего люди интересные. И мы у них пробыли в гостях очень много времени, разговаривали. Оказалось, я нашел у них пиво в холодильнике. Представляете? Я увидел там такие бутылки, но там компот. Я подумал, что это вино. А оказалось, в холодильниках у них пиво стоит. И пиво оказалось специальное, фанатское. То есть, Денис, авторское пиво. Разрабатывали они. Ириночка, отойди с дороги. То есть, есть у них, оказывается, в перецепи свой магазин. И вот сегодня я пришел к подписчикам. Они мне подарили пиво. Но я хочу подарить его подписчикам своим, зрителям. Передать дальше. Заодно и в адрес рассказать. Вот. Здравствуйте, Оксана. Вот, друзья, познакомьтесь. Это Оксана, еще одна наша зрительница. Оксана, вот я принес подарок. Короче, от Дениса и Ани пиво. Вот. Они хотели мне его подарить. Но я хочу, чтобы мы с вами попробовали. Потому что мне не нужно столько много. А я донесу, конечно, чтобы вам не тяжело было. Мы сейчас зайдем вот в этот дом. Гостевой или как это? Даже база отдыха. Если меня пусят, заодно я и покажу. Может быть, пригодится кому-то. А, ну, хорошо. А я сейчас выключу камеру, да, чтобы они не переживали. Друзья. Да, да, да. Разрешила снимать. А, разрешила? Да, но, может, себя нанесу, скажет, не снимать. Я не знаю. А, ну, хорошо, хорошо, да. Я сейчас выключу пока. Сегодня не про это видео, друзья. Просто про наших зрителей. Вот это столовая, да, здесь? Вот, вот это столовая. Интересно. Ну, вам нравится вообще на этой базе? Ну, сама база нравится. Но в столовую мы сюда не ходим. Ага. Потому что тут как-то цены, не то, что они большие. Есть меню, но оно не полное. И нет фиксируемого меню. Что тот, кто человек, который обслуживает, она рассказывает сама. Я сама как меню, я вам озвучу. А, понятно. Мы ходим в золотую рыбку. Нам там очень понравилось. Отлично. Я могу там накормить ребенка. У меня ребенка годик. И он с удовольствием съедает вот эту порцию. Можно там первую разделить на целую порцию и половину. И вот половинку он меня с удовольствием съедает. Ну, это замечательно. Вот я всегда, друзья, говорю, отзывы должны быть настоящими. Вот, смотрите, домики. В принципе, домики хорошие по внешнему. Да, и цветы, да? Аромат есть? Рост такой, красиво. Ну, ароматы мы, не знаю, ароматы мы тут все пользуемся. Такими-нибудь парфюмерными маслами. Ага, понял, понял. Ну, вы, девушки, да, вам нужно. Я всего мы чувствуем здесь. Потому что уже, наверное, все отцветает. А я вот чувствую, честно, о, какая красота. Деткам можно везде поиграться. О, и там бассейн даже есть, да? Да, два бассейна тут. Вообще, тебе нравится, да? У нас как будто я владельца. А, да, кстати, давайте вот точно, вы как будто здесь владельца действительно. Нет, здесь два бассейна. Друзья, Оксана, наша зрительница, ну, подписчица, я честно говорю. Вы еще их не видели на канале, я потом попозже выложу. Тут семья такая интересная. Да, я вижу. Мы выбирали, мы, потому что мы ехали большой компанией с пятью детьми у нас, пять детьми. Мы выбирали специально, чтобы был бассейн. Потому что не всегда есть возможность ходить на море. Вот так как сейчас волны очень большие. Слушай, а где вы нашли, на каком ресурсе вот это вот? У меня вот, моего мужа, брат, он говорит, поехали, вывезем детей на море, на Азовское. Ну, давай. Я начала искать. Я смотрела много всего, и так чисто случайно я нашла, вот наш дурник. О, как хорошо. Чисто случайно в Голубицкой. А он мне говорит, ну, я забронировала, нашла вот такие-то домики в интернете просто. Он мне говорит, а я же был там в прошлом году. А я даже не знала, что именно в Голубицкой. Ну, и одному брату сказала, поедем, поехали. Второму, поедем, поехали. Третьему, поедем, поехали. Мы тогда вышли туда, да, но вот когда вот мы встречались с вами, не все вышли. Нет, у нас 15 человек приехали. Ох, так это мало будет. Антон, Денис, Аня, Денис, посмотрите, нам 3 литра не хватит. Ну, у меня чаще с собой, у меня чаще с собой, если что. Ну, ладно. Ну, хватит. Ну, попробовать, оценить чисто. Я, честно говоря, не пробовал еще. Вот буду вместе с вами пробовать, хотя бы по стаканчику, а потом мы дальше с Ритой пойдем. У нас там не совсем у брата. Вот, можно, не надо. Все 5 детей у нас. Конечно, у нас двое детей живут. Мы живем для семьи, вот брат, мужа. Ну, места хватает, я вижу, домик большой, да, получается? Ну, нет, достаточно. Ну, как, там есть маленькая комнатка, и есть комнатка побольше. И вот мы оставили будущему на жену маленькую комнатку. Понятно. А себе взяли побольше. Ну, нечего расслабляться, да? У нас вообще ходит. Да, да. Ему надо проснуться и идти. Ему надо гулять везде. И поэтому нам нужно побольше побольше. Ну, понятно, понятно, понятно. Да тут вообще гулять можно, вот если так. У нас 5 местные домики есть, у нас 5 местные. А сколько, кстати, цена? Вот, пожалуйста. Вот наш 5 местный домик 6 тысяч в сутки. И отдельно мы еще взяли детскую кроватку 400 рублей за сутки. Ох, ничего себе. Так, а я бесплатно даю. Знамую я вам дам. А у нас вот так вот. Ну, а как бы мы еще так принесли. Ну, вот вообще мне нравится, знаете, из-за чего здесь? Из-за зелени. Я честно скажу, вот сразу вижу, вот как бы домики. Конечно, красиво. Приятно посмотреть. Приятно, да. И вот этот ветер, он такой охлаждает. Ну, как сказать, свежий, да, такая здесь? Сегодня, кстати, медузы были? Медуз нет. Нет? Я сегодня не был. А почему не было медуз? Вот обычно волны такие, они должны к берегу там примиться. Ну, да. А их нету. Друзья, сейчас мы найдем основных, так сказать, дегустаторов, да? Ну, не особо основных. У нас тут пока две семьи осталось, остальные семьи разбежались. А, понял, понял. Кто в аттракционы заказал. Ну, ничего, вы их угостите, мы им оставим немножко. И... Ну, мы сейчас останусь посидим. Конечно, посижу, да. И это вот прям можно столиками здесь даже посидеть, да? Я рыбу забыл, я выскочил с Ритой. А, давайте, давайте. Ну, давайте сейчас мы их найдем, да, тогда? Да, конечно. Ага, хорошо. Так. Да, да, здравствуйте. Вот этих ребят я уже знаю, с вами я еще не знаком. Здравствуйте. Василий? Вадим. Так, еще раз Василий. Максим. Это так, чтобы жители... Ребята, я сегодня нас угостили пивом, настоящим пивом. Короче, сейчас мы будем пробовать его. Вы будете с нами? Вот вы скажете свои отзывы. Просто меня угостили, а я решил к вам прийти. Так. Друзья, посмотрите, как хорошо устроились наши ребята. Смотрите, они с семьи приехали, сразу три коттеджа сняли. Это просто обалденно. А где у вас машины, получается? А вот там, на стоянке. А, вот это вот перед домом. А, понял, все, 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 понял. Охраняемая, да? Вообще идеально, просто идеально. Но мне здесь очень понравилось. Я вообще зелень люблю. Посмотрите, вот вообще... Зелени, да, тут очень много. Кругом. Я тоже вот не был. Меня... Я весной приходил. Дня два назад, шашлык жарили. Угу. А вот семьи ему очень удобные. И никому мешать не будет, да? Посмотрите, как хорошо вообще. И здесь вы, наверное, вечером и собираетесь, да, где-то? А комаров, кстати, много? Вот так вот вечером нападают? Да нет, мы ставим палочки, в принципе, эти, помогают. А и брызгаем все другие. Слушай, помоги мне, пожалуйста, а то у меня уже рука тут сваливается. Я бы как-то донес вам. Так что от комаров мы не страдаем. Очень хорошо. Ребята, мы сегодня даже ходили в это, купались. Волны, моя жена вообще от них в восторге. Во, 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 золотые слова. Я вот сегодня я не смог прийти. У меня дел было куча. Я сейчас вот мы... Мне разрешили, видишь, тут немного побыть. Там, ну, считай, уже полтора часа. Я вас угощу и пойду. Я сразу пойду в море, сретусить, короче. Покупаюсь еще, покажу, как обстановка. Ну, просто люди, знаешь, интересуются люди в Голубейской. Как, что там. До сих пор, кстати, люди думают, что здесь, короче, война идет. Я вообще не понимаю. Я вообще в шоке. До сих пор люди пишут. У меня жена тоже, когда мы выбирали, куда поедем, она у меня такая, что куча отзывов прочитает. Все фотографии посмотрит. Обзвонит там всех знакомых, кто там где был. Только потом выберет, куда ехать. Отзывы понятно, что есть плохие, есть хорошие. На всех людей не угодишь. Но она больше, чтобы хорошие. Ну, кстати, она молодец. Видишь, она безопасности заводится, да? И вот она всегда так. Вот, что мы в Египет ездили, что... Слушай, ты в Египте были, да? Ну, там, наверное, классно, да? Блин, туда стоит ехать только из-за моря. Все вот это отели, там пальмы, все это не хураво. Ага. Ну, все в Петербурге. Для туристов, да, так? Да. А вот море там идеально. Вот видимость, вот от меня вот этого фанатного столба. Легко видишь. А, это в море, да? Да, в море вот именно ныряешься, плывешь. И вот там как-то вот эти впадины такие. Плывешь под тобой 2 метра глубины, а тут распитывается. И она вот эта впадина... И купаться не запрещают, когда шторм, там, не было такого? Ну, или так? Почему? Потому что он там все так же безопасно. Шары там черные вешают, там, безопасно. А, все понял. Многие отели вообще не выпускают за ограждение. Но мы уходили за Дикий пляж. У нас получился второй раз, мы ездили вторая линия. И до моря приходилось ездить. Ну, и мы как, уходили со своего пляжа просто в сторону. И там нечаянная территория. Ну, там ночью много кораллов, рыб там и так далее. А кораллы режутся, ноги резали? Ну, там, я знаю, что... Ну, повезло, в общем, да? Там больше морских тяжей боялись. А оксана как? Вот она не боялась там? Нет, она вообще маску одень, торнет и кидай передо мной булку. И рыбы, как крокодил, днили, вот так вот за этой булкой. А не пытался поймать какую и нет он? А что там легко, вот такие маленькие рыбки. И зажарить? Смысл с нее нет. Да, да. Я бы слушал, я бы поймал бы и зажарил бы. Вот такие вот, да. Ну, я имею в виду по длине, по величине, что с ними делать. Да, ну все, да, я понял. Ну ладно, одну поймал. Да, да, да. Значит, нам не нужен берег Египетский, хотя там хорошо получается. Там именно море, только из-за моря. Угу, да. Да. Так же, как и здесь, он был в Гильнижике, но санаторий Кубань тоже нам понравился. Все, да. Это, который здесь рядом, Кубань, в этот, да? Да, санаторий Кубань, он как получается. А ГОКО, а не Кутевка получается. Это в Голубейской, который или? Нет, в Гильнижике. А, в Гильнижике. Ага. Просто говорят, там хорошо в Гильнижике. Ну, вот так вот. Ну как, море все равно черное, но не хуже. И приходилось спускаться вниз до моря, назад подниматься. Ну, не суть, или нет, просто мне само море не очень понравилось. Ну, понятно. Ну, спасибо, я больше мучить не буду. Давайте уже к столу, короче, будем пробовать. Это вообще от души, ребята. Я говорю, вот Денис, Аня от души вот передали, честно вам говорю. Это вот видео есть, можете посмотреть. Такие ребята, он тренер по футболу, у него куча детей. Ну, ладно, я же не буду рассказывать, это просто... Друзья, мы остались самые трое крепкие. Вот Аня, Денис, я вам показываю. Вот вы мне даже пометили здесь, что-то я не забыл. Это Тирольская, это мы девчонкам оставим, по чуть-чуть попробуем. А это вот Монастырская. То есть, это вот нас трое. Ребята, посмотрите. Вот Аня, Денис, вам привет огромный, спасибо. Да, большое спасибо. Большое, спасибо вам. Вот жены, сестра, они присоединятся сюда. Еще будут друзья здесь. Большие семьи тут, получается, да? Три домика. Вот 15 человек. 15 человек. Аня, Денис, если бы я знал, я бы вот это пиво, которое вы давали, вот все бы забрал. Но хотя бы на это вот мы... Я ребятам расскажу, что завтра будет еще дегустация в вашем месте. В общем, давайте, друзья, нальем. Вот попробуем. Я уже давно хочу просто. Давайте, начинаем? Да, Монастырская. Вот это. Это вот посоветовал Денис для мужиков. То есть, в футбол не играли? Никто? Играли, конечно. Играли? Не играли, да. В футбол любим, особенно в детстве. Денис, посмотри. Вот это вот, видишь? Мы уже как-то взрослыми были, собрались поиграть. Ну, все пооздыхали, конечно, уже не то. Но играли было. Ну, тебе 42 года уже. Ты уже все равно, ну, как бы... Да. Вот я, по-моему, я чувствую какой-то уже аромат такой. Вот честно говорю, ребята, я еще не пробовал это пиво. Вот, буду с вами пробовать. Так, мы сейчас нальем пока, и я включусь на самую интересную. Друзья, вот мы сейчас попробуем. Посмотрите, ребята тут... Они не ожидали, что я приду. Я, конечно, предупреждал вот так вот, да, что я... Ну, Оксане я сегодня писал. Я спрашивал, можно ли вам или нельзя, потому что дети. Я боялся реально споить вас. И вот, смотрите, они даже рыбу... А я рыбу дома забыл. Ну, давайте, ребята, попробуем, серьезно. Вот, надо... Конечно, давайте. Давайте вот за Дениса, за Юлю. Это, конечно, удивительные ребята. Самое хорошее, что детей они воспитывают. Блин, вот это вещь. Да. Сразу до домашнего. Ну, оно как бы не домашнее, оно типа авторское. Я в пиве, честно, не разбираюсь. Вот так вот, если честно. Ну, я пью только пиво. Вот, тогда ты говоришь. Я вообще ничего не пью, кроме пива. Хорошее очень, да. С потухным не сравнится. Вот это монастырское. У них еще там видов, по-моему, что ли, 7-8. Представляешь? И бар, у них есть спортбар. Вот я и говорю, завтра будет у них дегустация пива. Спортбаре, Стрелки. И вот там вот будет, короче, там у них телевизор, экран большой. Для спортсменов, для фанатов, короче, можно прийти. Ну, нам, если дети позволят, то обязательно повезет. Да, да. Меня Татьяна Викторовна повезет. А вот еще, да. Саш. О, еще ребята прибывают. Отправляй Ксюшку, Ксюш. Никита на бат. С чем можно сравнить, вот скажи там. Если вот из наших, если ты спец, вот что ты в магазине берешь, да? Какую-то немецкую, баварскую. Я не такой спец, но... А обычно что ты пьешь, вот скажи? Вот что пьешь? Да, обычно я пью либо разливное мы берем. Не фильтрованное, фильтрованное. Нет, как оно, отец в основном покупает у меня его. Господи, Вадим. Не помню. Не баварское, но какое-то бархатное, темное. А, вот темное, да, темное, любишь? Было у них и темное, слушай, блин, я, конечно, лоханулся. Вот мы с ним, в основном, работа едет, заезжает. Знаешь, что я тебе скажу? Завтра, если я попаду туда, вот на эту дегустацию бесплатную, да? Я, наверное, для тебя специально куплю бутылочку. Небольшую, там, по пол-литра, чтобы ты попробовал их темного. Это вообще, вы бы видели, короче, там. В общем, я сам был в шоке, если честно. Я думал, у них вино, там, хотел, думал, вино сейчас угостят. Оказалось, у них пивной рай просто. Это вообще, молденна. И футбол это не очень. Мы вообще любим футбол посмотреть, особенно чемпионаты мировные. Ну как, я не очень люблю, когда играют, там, где наши команды. Ну могу посмотреть. Ну да, у нас пока, конечно. Мне нравится, когда играют наши с не нашими. Тут клубы, хоть сборные. Чтобы там до крови, аж так было, да? Да, и, конечно же, под это дело самое лучшее. А представь, у Дениса даже столы здесь такой, ну, такой слабенький стол. А у него столы вот такие, знаешь, из бруса. Что я говорю, что когда фанаты приезжают, да, там, ааааа, гол там, да, кулаками. Вот представляешь, до чего продуманный человек, что даже у него такие столы мощные, короче. Ребята, я, наверное, буду отключаться сейчас. Вот, Денис, Аня, вам еще спасибо большое. Девушки потом, вы угостите, да? Мне нужно будет идти уже. Я попрощаюсь тоже с вами, друзья. Ну, зрители, я еще не попрощаюсь, я вам сейчас море еще покажу. Ребята, я с вами попрощаюсь просто. Денис, Аня, вот вам еще спасибо. Александр, так. Тут вот это еще не вся компания. Распробуйте, попробуйте. Не собрались еще, да, сейчас дойдут. Да, вот оставьте чуть-чуть, я прошу. Вот, блин, знал бы, я говорю, приезду, это, конечно, ну, ладно. В общем, до свидания, друзья. Но не вы, зрители, я вам еще море буду показывать. Сейчас я еще стаканчик допью. Пиво вкусное, обалденное. Я говорю, как деревенский заколхоз. Вот говорю честно, от души. Ребята, короче, вот, все. Очень приятно. Удачи вам. Спасибо, что приехали. Я рад, что вы Голубицку здесь с нами посещаете. Вот, я вижу, вы в Египте были, в Гилинжике везде. Ребята, ну, все равно Голубицка, я наша вот, ну, от души говорю, приезжайте еще. Я, например, счастлив, когда простые люди такие вот такие приезжают. Не навороченные какие-то, знаешь, стал сосунок. Ну, вот, все, друзья, не надо идти уже. Все, счастливы, счастливы вас. А даже не надо. Вот, как есть вы. Вы все красивые. Даже вы попали, не хотели. Но вам на память тоже останется. Вот, как вас зовут? Да я как бы с ними. Как бы с ними. Как бы с ними. Очень приятно. Юлия. Юлия, это вам на память останется. Да, да, да. Друзья, посмотрите, вот, впереди у нас Азовское море. Посмотрите, какие люди у нас бывают. Это не простые люди, это хорошие люди. Да. Все, друзья, до свидания. Я и ухожу дальше зрителям показать наше море. И мне нужно еще идти. Друзья, вот такая сегодня история была. Она немножко сумбурная, потому что у меня, как всегда, нет времени. Я бы посидел с ребятами подольше. Но мы пробыли, представляете, я вот когда попрощался, мы еще полчаса разговаривали, я не могу вырваться. Но мне нужно еще успеть на одну встречу. Я думал, побыстрее дегустация пройдет. Пиво очень вкусное. Вот есть у нас один специалист по пиву. Действительно вкусное пиво. Просто очень вкусное. И мы с Ризочкой сейчас бежим еще навстречу. И я вам сниму номер. Ой, сниму. Короче, море. Красоту. У нас уже вечерняя Голубицкая, посмотрите. Скоро начнет уже темнеть. Люди начинают выходить на прогулки. Как Оксана сказала, наша зрительница, вот вы ее увидели в первых кадрах этого видео, здесь в Голубицкой очень не хватает набережной. Но действительно так и есть. Это правда. Вот чтобы так вот выйти, погулять немножко. Посмотрите, люди ведут уже с моря. Такая вот у нас обстановка. И вот здесь вот, да, действительно просится набережная. Та самая набережная, которая есть в Тамани, где-то в больших городах, Геленджике, в очень красивых городах. В Анапе даже. Вот такие вот интересные дела. Аня, Денис, вам еще раз огромное спасибо. Просто сегодня вечер великолепный. Пиво. Действительно пиво, настоящее. Друзья, вот сейчас мы идем на пляж. Там у нас будет встреча. Я вам покажу море. И уже окончательно буду с вами прощаться. Потому что уже ролик действительно тоже начинает затягиваться. Как хорошо. Как мы в Альтаии сейчас были. Такой ветерок освежающий. Вообще прекрасно. После дневной жары просто действительно себя ощущаешь очень хорошо. Сразу хочется бежать в волны и нырять. Вот здесь у нас бассейн детский. Я там вижу нашу зрительницу. Сейчас подойду к ней и сниму море, друзья. Так, Ришечка, сейчас мы сюда зайдем. Посмотрите, друзья, какая же красота. На самом деле удивительно. Многие из вас просили меня снять закат. Снять закат подольше. И очень хорошо, что я задержался у ребят. Посмотрите, с этим пивом, да? Здесь с нашей зрительницей мне нужно было кое-что. И как раз мы с вами успели на закат. Видите, как люди купаются в волнах? Посмотрите, какие волны огромные сегодня. Ришечка снимает свое видео. Видите, да? Наверное, для мамы. Теперь я просто помолчу. Представьте, что это море пива. У меня сейчас только об одном голова болит. Представляете, какое вкусное пиво. Пенное, красивое. Оксана, вам тоже будет это на память. Это видео. Вы будете вспоминать вот эти волны. Я знаю, вы полюбили их. Сначала боялись, а теперь вас невозможно вытащить из этого моря. Сначала. Видите, да? Добро пилит. Видите, да? Сначала долго не входит. Ты входит за лодку. А теперь, что будет там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом, друзья, я буду заканчивать. Всем удачи, счастья, до свидания. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!